Миниатюрный пинчер появлялся в таком фильме как «Всех порву, стандарты пород с течением времени могут изменяться». Могут и измениться как стандарты внешности, так и стандарты касательно характера породы или рабочих качеств. В художественных произведениях ранних лет запечатлены наиболее типичные представители пород того времени. Сравнивая с современным внешним видом породы вы сможете оценить насколько сильно порода менялась с течением времени. Также представляет интерес архивные фотографии по конкретным породам, которые вы можете найти в интернете на специализированных форумах о породе. Миниатюрный пинчер очень сильно привязан к человеческой семье в которой он живет. Некоторые породы сильно привязаны к одному человеку, другие ко всем членам человеческой семьи, третьи могут иметь приветливое отношение вообще ко всем людям, а четвертое могут не иметь тесных связей даже с хозяином. Миниатюрный пинчер больше привязан к одному человеку в семье. К незнакомым людям относятся нейтрально или даже агрессивно если чувствуют в них угрозу для своего хозяина. Отношение любой собаки к незнакомым ей людям сильно зависит от породы питомца, но еще сильнее это отношение зависит от воспитания и социализации конкретной особи, при этом особенно важным в этом плане является социализация в раннем щенячьем возрасте питомца. При этом с детьми, миниатюрный пинчер ладит нормально, хоть и вряд ли будет для них нянькой. Однако вне зависимости от дружелюбного отношения собаки к детям, не следует оставлять наедине собаку любой породы с маленькими детьми. Некоторые породы собак более спокойно относятся к поведению маленьких детей и могут не обратить внимание на какие-то выходки детей, однако стоит понимать, что собаки всех пород какими бы они не были дружелюбными должны находиться с детьми только под присмотром хозяина или взрослых людей, так как помимо качеств породы в отношении детей есть еще индивидуальные особенности каждой собаки, ее воспитание и предыдущего опыта в общении с детьми. Еще на эти взаимоотношения, в значительной мере влияет поведение детей. А вот с другими собаками миниатюрный пинчер плохо ладит, часто видит в них угрозу для своего хозяина. Разные породы собак по-разному относятся к себе подобным, одни собаки будут играть и всячески взаимодействовать с собаками которых встретят или с которыми живут вместе, другие породы могут стараться доминировать или даже нападать на себе подобных четвероногих. При этом взаимоотношение между собаками может сильно отличаться от того как собака будет реагировать на людей. Поведение собаки в отношении других собак и людей зависит не только от породы, но и от социализации конкретной особи. Общение миниатюрного пинчера с мелкими домашними животными такими как хомячки, домашние крысы, белки, шиншиллы и прочие грызуны лучше ограничить. С кошками могут наладить контакт. Заводить миниатюрного пинчера лучше людям, с опытом содержания собак. Одни породы собак легче содержать и обучать, а другие более независимы и даже напористы и таким породам нужен опытный владелец. Порода миниатюрный пинчер отлично подойдет опытным или малоопытным владельцам собак, но не тем, кто заводит собаку впервые. Также миниатюрный пинчер подходит для содержания в квартире, но следует иметь в виду, что они не переносят одиночество и не могут быть оставлены одни на долгое время. Качество и количество шерсти не позволяют миниатюрному пинчеру комфортно переносить даже небольшой холод, а сильно низкая или высокая температура уже небезопасна для четвероногого. Следует избегать активных нагрузок в теплое время года. Обучаемость и дрессировка. Все собаки подаются обучению и дрессировке, однако одни породы запоминают и выполняют команды быстрее и охотнее других пород. Разным породам нужен разный подход к дрессировке и обучению. Некоторые породы могут показаться плохо обучаемыми или даже глупыми, однако в большинстве случаев плохая обучаемость породы собаки связана с упрямым или независимым характером породы собаки или индивидуальной особи. Также огромное значение в обучаемости собаки играет роль, какие методы обучения используют дрессировщик для конкретной породы. В книге «Интеллект собак» опубликованной в 1994 году и написанной профессором психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Стэнли Кореном, миниатюрный пинчер находится на 37 месте из 80, по способностям к обучению. В этом плане порода стоит на одном ряду с такими породами, как аффинпинчер, австралийский шелковистый терьер, английский сетер, фараонова собака и кламберспаниель. В книге профессора Стэнли Корена миниатюрный пинчер расположен в группе. Собаки со способностями к обучению выше среднего. Освоение новой команды от 15 до 25 повторений. Исполнение команды с первого раза в 70% случаев и выше. Склонность к лаю. Кроме всего прочего породы отличаются и по уровню шума, а точнее по частоте их лая. Одни породы могут лаять постоянно без остановки и ни капли не уставая облаять каждого незнакомца или чужую собаку, которая пройдет мимо вашего дома или мимо нее самой, другие породы лают только по делу, тогда когда это по ее мнению необходимо, а третьи могут подавать голос только в исключительных случаях. Миниатюрный пинчер очень склонен к беспричинному лаю. А вот желанием грызть эти собаки не выделяются. Желание грызть и все пробовать на зуб является общим для щенков всех пород, однако во взрослом состоянии разные породы в разной степени склонны к исследованию мира с помощью своих зубов. Миниатюрный пинчер не склонен к таким шалостям. Уровень активности и энергии. По уровню заряженности и активности также можно разделить породы на активных и спокойных или даже ленивых. Активная собака будет требовать от вас постоянных прогулок, тренировок и частой умственной стимуляции, спокойные и менее энергичные собаки будут довольны недлительными прогулками вокруг дома и с радостью разделят ваше желание поваляться дома на диване. Эту особенность следует учитывать при выборе питомца, так как нереализованные потребности активного животного будут реализовываться дома на вещах и предметах вашего жилища. От количества энергии в собаке зависит и то, с каким желанием и как долго собака будет играть в игры с вами или с вашим ребенком под вашим присмотром. Многие люди недооценивают заботу, время и усилия, необходимые для выращивания миниатюрного пинчера. Миниатюрный пинчер напористая, общительная, активная и независимая порода. Миниатюрные пинчеры энергичные и нуждаются в огороженном дворе. Если нет огороженного двора, то потребуются частые прогулки и игры. Они хорошие сторожевые псы, так как бдительные и опасаются незнакомцев. Кроме того, у многих пород есть врожденные желания преследовать движущиеся объекты и животных, степень этого желания может различаться от породы к породе. Если у собаки этот врожденный инстинкт развит сильно, нужно внимательно следить за питомцем во время прогулки и держать его на поводке, так как любой движущийся предмет может спровоцировать собаку к погоне, даже если это будет автомобиль, который может навредить животному, в такие моменты собака может ослушаться оклика хозяина и переключить все свое внимание на движущуюся цель. Кроме того, такие породы представляют дополнительную опасность мелким домашним животным и птицам. Однако у миниатюрного пинчера этот инстинкт хоть и имеется в избыточном количестве, совладать с ним он чаще всего способен. Страсть к бродяжничеству и свободолюбии. Некоторые породы имеют склонность к преодолеванию больших расстояний на своих четырех, ради чего их и выводили, поэтому такие собаки, следуя инстинкту, не упустят возможности сбежать от вас и пробежаться пару километров, несмотря на ваши уклики. К таким прогулкам в основном склонны ездовые собаки, гончие и щейки. Миниатюрный пинчер сильно склонен убегать от хозяина или из дома, но чаще всего способен сам вернуться домой. Склонность к слюнотечению. Количество выделяемой слюны зависит от особенностей породы. Одни породы выделяют так много слюны, что могут оставлять следы на ковре, на диване, на полу и на вас, другие породы тоже выделяют слюну, но происходит это у них в намного меньшем количестве. К счастью, миниатюрный пинчер выделяет крайне мало слюны. Также большим плюсом миниатюрного пинчера будет и то, что они оставляют мало шерсти после себя. Количество шерсти от собаки в вашем доме и на одежде сильно зависит от того, какую породу вы выбрали, некоторые породы линяют круглый год, другие только сезонно, третьи почти не линяют. Эта характеристика породы может быть важна в зависимости от того, где вы планируете содержать питомца, есть ли аллергии на шерсть животных у членов вашей семьи и от того, насколько для вас это вообще важно. Историческая справка породы и подгруппы. Миниатюрный пинчер это порода декоративных собак, чьими предками были немецкие гладкошерстные пинчеры. Эти маленькие собачки сохранили все достоинства своих крупных сородичей, интеллект, отвагу, выносливость, безграничную преданность хозяину. Используемые в качестве компаньонов, они являются также отличными сторожами. Пинчеры идеально подходят для содержания в городских условиях, обожают играть с маленькими детьми. Предками пинчеров и шнауцеров были универсальные по типу использования собаки средних размеров, так называемые жесткошерстные собаки, встречавшиеся в разных формах по всей Европе. Они охраняли стадо, сопровождали скот в пути, защищали имущество хозяина и обеспечивали его личную безопасность. Примитивные пинчеры и шнауцеры отличались энергичным темпераментом, силой, неутомимостью и прекрасной приспособленностью к довольно суровым климатическим условиям. Была у них еще одна черта, необходимая для любой серьезной рабочей собаки, недоверчивость к посторонним. Центром разведения и селекции группы пинчеров и шнауцеров была Германия. Провести четкую грань между старыми формами пинчеров и шнауцеров достаточно сложно. Тип сложения, строение черепа, направление их использования практически не различались, что же касается шерсти, то встречались пинчеры с гладкой и жесткой шерстью, тогда как шнауцеры были только жесткошерстными. Карликовые формы выделились в особые породы раньше своих крупных собратьев. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Ведь от рабочей собаки в течение веков человек требовал прежде всего четкого исполнения ее обязанностей, а потом уже единообразия и определенной характерности внешних форм. Отбор по экстерьеру вели лишь в тех случаях, когда от вполне определенных особенностей зависело улучшение работоспособности. А вот при разведении мелких собачек, что называется, для души, внимание обращали в первую очередь на оригинальную внешность. И чем меньше такое создание походило на других собак, тем больше сил затрачивали на сохранение его оригинальных черт в потомстве. Нет такого отклонения от нормального типа, которые люди не постарались бы закрепить в поголовье декоративных собак. Не миновала чаша сияй пинчеров со шнауцейерами. Пока крупные собаки продолжали пасти скот и сопровождать гурты, карликовые пинчеры и шнауцейеры уже поселились в жилищах людей на правах домашних баловней и представляли собой вполне сформированные породы с четкими и единообразными признаками экстерьера. Родиной миниатюрных пинчеров считают Германию, где этих собачек часто называют миниатюрными гладкошерстными пинчерами или миниатюрными доберманами. Достоверных источников, свидетельствующих о происхождении пинчера, как это часто бывает в кинологии, нет. Известно лишь, что упоминание о собаках, похожих на пинчера, появилось в середине 15 века. По некоторым версиям это были скандинавские собаки, жившие на берегах Балтики и в озерной местности в Швейцарии. Весьма вероятно также, что в Германию из Англии был вывезен английский черно-подпалый терьер, предок современного Манчестер-терьер, и впоследствии на его основе была выведена более мелкая разновидность этой породы, богатая различными окрасами, коричневыми, шоколадными, светло-рыжими, голубыми, а также блестяще черными с яркими резко очерченными подпалинами. Собаки оленьево окраса в Германии были названы Ре-пинчер, благодаря их сходству с мелкой ланью. Ошибочным является мнение, что миниатюрный пинчер это карликовая форма добермана. Миниатюрный пинчер это старинная порода, и сходство с доберманом приобретено ею постфэктоу. Любитель пинчеров господин доберман задался целью вывести большого пинчера именно потому, что восхищался миниатюрными. Считается, что эти породы имеют общих предков, среди которых гладкошерстный немецкий пинчер. Изначально пинчеры жили при конюшнях, ловили крыс и охраняли хозяйское имущество от непрошенных гостей. Затем постепенно они превратились в комнатных любимцев. Во второй половине XIX века именно в Германии началась целенаправленная селекция породы. Впервые миниатюрные пинчеры были представлены в 1900 году на выставке в Штутгарте, хотя первый официальный стандарт породы был утвержден в 1880 году Ричардом Штребелем. А первый пинчер-клуб был основан в 1895 году. С начала XX века миниатюрный пинчер превратился полностью в городскую собаку. Порода была очень модной в начале XX века в Европе. В США клуб миниатюрного пинчера был основан лишь в 20-е годы, а в Англию пинчеры попали лишь в 1950 году, где впервые на выставке были показаны лишь в 1954 году. Уход за собакой. Некоторым породам может требоваться много ухода и внимания из-за за особенностей шерстяного покрова, формы морды, среды обитания или общего здоровья породы. Ухаживать за шерстью миниатюрного пинчера несложно, так как гладкая короткая шерсть не требует особого внимания и требует лишь периодического расчесывания и мытья шампунем. Необходимо соблюдать осторожность в холодную погоду. Специальная одежда помогут миниатюрному пинчеру не замерзнуть. Некоторые миниатюрные пинчеры склонны к полноте, поэтому необходимо следить за потреблением калорий и уровнем веса. Угощения могут быть важным подспорьем в дрессировке, но слишком большое их количество может привести к ожирению. Общее здоровье породы по 10-бальной шкале. Общее состояние здоровья собак этой породы и возможности появления генетических болезней у них, можно оценить по 10-бальной шкале на 7 баллов, то есть это достаточно здоровые собаки с минимальным количеством генетически предрасположенных заболеваний. Средняя продолжительность жизни миниатюрного пинчера составляет от 10 до 13 лет.